Игорь Арташонов актер, чье имя ассоциируется с яркими образами людей из криминального мира, чья жизнь на экране была наполнена опасностью, жестокостью и драмой. Этот актер так мастерски воплощал в своих ролях преступников, что его прозвали заслуженным бандитом российского кино. Однако, за пределами киношного амплуа Игорь был полной противоположностью тех героев, которых исполнял. В жизни он был добрым, открытым, дружелюбным человеком, преданным своей семье и профессии. Его жизнь перевернулась с ног на голову в 2015 году. Сначала пострадал от рук грабителей. Чудом выжив, не смог уберечься от тромбоэмболии. В том же 2015 году он трагически погиб от рук бандитов. Арташонов был человеком, чье мастерство в актерском ремесле позволило ему оставаться востребованным в течение десятилетий. Он стал лицом криминальных драм, где его роли преступников были не просто карикатурными злодеями, а полноценными персонажами с глубиной и характером. Однако судьба артиста сложилась так, что именно преступники, которых он часто изображал на экране, оказались причиной его трагического конца. Игорь Арташонов родился 17 октября 1964 года в Казахстане, в городе Караганда. В этом шахтерском городе мальчик провел свое детство и юность. Уже в раннем возрасте Игорь начал проявлять интерес к искусству и особенно к театру. Он принимал участие в школьных театральных постановках и любительских спектаклях, где его талант быстро заметили. Окончив школу, Арташонов решил воплотить свою мечту стать актером и отправился покорять столицу. В Москве Игорь поступил в школу-студию МХАТ, где учился на курсе у известного педагога Василия Маркова. Это было время, когда молодой актер начал осваивать азы профессии и закладывать основы своего актерского мастерства. Но стремление к совершенству не остановилось на этом этапе. Игорь Арташонов решил продолжить образование и поступил в Британо-Американскую Академию Искусств в Оксфорде. Этот опыт не только расширил его актерские горизонты, но и позволил ему усвоить лучшие традиции мирового театра и кино. Первый опыт работы в кино Игорь получил в конце 1980-х годов. Тогда ему доверяли в основном эпизодические роли, и его лицо редко запоминалось зрителям. Однако упорство и талант не могли остаться незамеченными. К началу 2000-х годов Арташонов стал постепенно завоевывать популярность. Он начал появляться в таких известных сериалах, как «Сыщики», «Адвокат», «Подкидной», «Мур есть мур». Особенной популярностью у зрителей пользовались образы преступников, которых Игорь исполнял с невероятной точностью. Его герои не были стереотипными злодеями, они выглядели живыми, многогранными и колоритными персонажами. Именно это привлекало к актеру внимание режиссеров и зрителей. Настоящий прорыв в карьере Арташонова произошел после выхода на экраны сериала «Зона», где он исполнил роль Мити Сухова. Этот образ надолго запомнился зрителям. А настоящей звездой криминальных драм актер стал после того, как сыграл роль Пахи Зверева. Образ Пахи стал настоящей визитной карточкой Арташонова. В общей сложности, за свою карьеру Игорь Арташонов сыграл около 90 ролей в кино. Он участвовал в фильмах различных жанров, но именно криминальные драмы принесли ему наибольшую известность. Вопреки своему экранному амплуа, Игорь Арташонов был человеком, который уважал закон и стремился к справедливости. Он был предан своей профессии и всегда старался максимально вжиться в роль, независимо от того, насколько она была великой или эпизодической. Для него не существовало маленьких ролей, каждую из них он старался сделать запоминающейся. Его запоминающаяся брутальная внешность стала настоящим подарком для режиссеров криминальных сериалов. Когда на экранах стали популярны проекты о бандитах и преступниках, Арташонов оказался на гребне волны популярности. Он мог воплотить как злобного и жестокого преступника, так и человека, оказавшегося на скользком пути, не по своей воле. Несмотря на яркую и успешную карьеру, Игорю Арташонову не удалось сыграть главные роли в крупных проектах. Однако он всегда умел даже второстепенные образы превратить в настоящие шедевры. Благодаря его таланту, даже небольшие роли становились запоминающимися для зрителей. В личной жизни Игоря Арташонова все сложилось удачно. Он был счастлив в браке с актрисой Кристиной Рубан, которая подарила ему дочь Ладу. Лада пошла по стопам родителей и с детства проявляла актерский талант, что радовало Игоря и Кристину. Семья была дружной и крепкой, несмотря на то, что в жизни Арташонова были моменты, когда он злоупотреблял спиртным. О пагубной привычке Игоря известно немного, так как ни Кристина, ни сам актер никогда не выносили свои личные проблемы на всеобщее обозрение. Возможно, это пристрастие стало одной из причин ухудшения его здоровья, которое, в конечном итоге, привело к трагедии. Смерть Игоря Арташонова стала настоящей трагедией не только для его семьи, но и для всей актерской среды. В 2015 году жизнь актера буквально перевернулась с ног на голову. Однажды, когда Кристина с дочерью были не дома, в квартиру Арташонова проникли грабители. Соседи обратили внимание на крики, исходящие из квартиры актера, и вызвали полицию. Когда двери квартиры открыли, Игоря обнаружили лежащим на полу он был жестоко избит, а его квартира ограблена. Следователи полагают, что преступники заметили актера в нетрезвом состоянии и посчитали, что его имущество будет легкой добычей. Однако Игорь Арташонов оказал сопротивление, за что и поплатился. Состояние актера было критическим, и врачи с трудом спасли его жизнь. Однако после перенесенных травм его организм оказался сильно ослаблен. Несмотря на реабилитацию, состояние здоровья Игоря продолжало ухудшаться, и спустя несколько месяцев, в июле 2015 года, он скоропостижно скончался. После смерти супруга Кристина Рубан осталась одна с дочерью. Жили они на съемной квартире, и материальные трудности начали нарастать. Как известно, беда не приходит одна, в том же 2015 году у Кристины диагностировали онкологическое заболевание. Лечение потребовало серьезных финансовых вложений, но, к счастью, болезнь удалось остановить. Однако и по сей день вдова Игоря Арташонова сталкивается с материальными трудностями. Роли ей предлагают нечасто, а лекарства для поддержания ремиссии стоят дорого. Кристина вынуждена была пойти на крайние меры продавать личные вещи покойного мужа, чтобы обеспечить себя и дочь. Несмотря на трудности, Кристина не опускает руки. Она остается уверенной в том, что сможет преодолеть все проблемы и продолжить жить. Поддержка поклонников Игоря Арташонова и его коллег помогает вдове артиста в этот тяжелый период. Игорь Арташонов оставил после себя богатое творческое наследие. Его роли, хотя и не всегда были главными, запомнились многим зрителям. Он умел передать глубину характера даже в самых суровых образах и заставлял зрителей сопереживать своим героям. Коллеги и друзья вспоминают Игоря как талантливого, отзывчивого и по-настоящему преданного своему делу человека. Несмотря на трудности, он всегда оставался профессионалом до конца. Трагическая смерть Игоря Арташонова лишила российский кинематограф одного из самых колоритных актеров своего поколения. Его уникальная способность перевоплощаться в образы преступников и людей с темным прошлым сделала его узнаваемым и любимым среди поклонников криминального жанра. Но за этой маской брутальности скрывался человек тонкой душевной организации, настоящий артист, который жил своей профессией, возможно, не успел полностью раскрыть все свои грани. Трагическая смерть Арташонова стала неожиданным ударом для всех, кто его знал и любил. Однако память о нем будет жить в его фильмах и в сердцах людей, которым он подарил свое творчество. Если вы помните Игоря Арташонова, делитесь своими воспоминаниями и мнением о его работах. Возможно, кто-то из вас увидел его на сцене или был поклонником его экранных героев.